МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голосование за проекты по программе формирования комфортной городской среды. Сколько объектов в Сургуте получат окружное софинансирование на следующий год и какие места начали преображать сейчас? В Сургуте стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту. За титул будут бороться более 100 участников из 18 стран. Среди них и представители Югры. И лентурские спортсмены отбуксировали самосвал, установив новый рекорд России. Технику весом 28 тонн тянули два человека. Кому они посвятили достижения? Югра обошла автоп регионов. По доступности жилья накопить на типовую двушку стоимостью около 6 миллионов рублей жители округа могут минимум почти за 3,5 года. Рейтинг составили эксперты РИА Новости. Авторы учитывали средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые повседневные жизнетраты. Их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе на взрослых и детей. При этом за основу брали семьи без долгов и кредитов со среднестатистической зарплатой. Напомню, она на сегодняшний день в Югре составляет 97 тысяч рублей. Лидерами рейтинга по доступности приобретения жилья стали Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ямал. Жителям этих регионов в среднем потребуется два года, чтобы накопить на квартиру. Замкнули список Кабардино-Балкария, Крым и Севастополь. Там минимально семье придется откладывать 13-14 лет. Выбор сделан. В Сургуте завершилось голосование по проектам в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как отметили специалисты профильного ведомства, жители в этом году проявили активность, благодаря чему все объекты, которые были поданы на конкурс, получат окружное софинансирование на реализацию. Больше всего голосов 11 тысяч набрал второй этап благоустройства зоны отдыха на улице на бульваре Свободы. На втором месте спортивная площадка в 20-м амикрорайоне. Ее поддержали 10 тысяч человек. Там же расположится сцена с дорожками. Замыкает список парк на улице Республики. За этот проект проголосовали 6700 сургутян. Пока что контракты еще не заключены. Только что прошло голосование. До конца года мы планируем подготовить необходимую конкурсную документацию. Все документы, чтобы в этом году заключить контракты на выполнение работ, для того, чтобы приступить в следующем году, также с 1 июня, к выполнению уже строительно-монтажных работ до конца лета. По сравнению с прошлым годом прирост, безусловно, есть. Сама программа формирования комфортной городской среды призвана для того, чтобы увидеть активность горожан, понять, что людям это нужно. Один из объектов, за который в Строгутяне голосовали в прошлом году, к слову, уже готов, это спортивная площадка в парке Засаймой. На территорию уложили резиновое покрытие, установили инвентарь для занятий физической культурой на открытом воздухе, скамейки и урны. Отмечу, что по условиям программы формирования комфортной городской среды, проект «Победитель» получает 80% финансирования из окружного бюджета, еще 20% из местной казны. Еще один объект, который обустраивают благодаря участию в ФКГС, площадка для выгула собак в 20-м А микрорайоне. Все проекты «Победители» прошлого года должны быть сданы в эксплуатацию до сентября 2023-го. Готовых объектов еще нету, так как у нас старт работ – это 1 июня этого года. Но все подрядчики вышли уже на объекты, вышли на работы, выполняют подготовительные работы, получают необходимые согласования. Из недавних объектов, на которых был, это парк на территории 20-го А микрорайона, площадка для выгула собак. На сегодняшний день разбивка геодезическая на территории проведена. Сейчас подрядчик выполняет подготовку для оснований торпиночной сети и самой площадки для выгула собак. Ростовые куколы, цирковые артисты, мыльные пузыри – праздник для особенных детей накануне устроили в Югропарке, что на университетской улице 12А. Подопечные благотворительного фонда «Траектория надежды» приняли участие в фестивале «Красный нос», который уже второй год проводится в Сургуте. В 2022-м акцию приурочили к 1 апреля, а в этом году организаторы решили перенести мероприятие на лето, чтобы ребята могли веселиться на улице. Мы организуем сегодня мероприятие для детишек, подопечных нашего фонда, для того, чтобы они почувствовали, что все дети могут веселиться, радоваться вместе, независимо от того, какие жизненные обстоятельства сложились. Веселье, искренний взгляд и настроение детей, оно всегда чувствуется совершенно иначе. Также «Хоуп Китс» сегодня с ростовыми куклами поднимают детишкам настроение. Акция «Красный нос» проводится в рамках проекта «Больничная клоунада». Мероприятие международное, где каждый желающий может сделать пожертвования для будущих, для подопечных благотворительных фондов. На данный момент для 15 особенных ребят «Траектория надежды» открыт денежный сбор. Ознакомиться с историями югорчан можно на официальном сайте фонда tenfond.ru во вкладке «Кому помочь». Адрес в глобальной паутине вы сейчас видите на своих экранах. Сейчас сбор открыт в медицинский центр «Сакура», который находится в городе Челябинске. Они занимаются АФК, у них разные китайские методики, и они именно занимаются детьми, у которых есть двигательные нарушения, интеллектуальные нарушения. Чтобы резвиться отдыхать, им ничего не мешает, никаким детям. Все довольны. Арина прыгала на батутах, играла на разных аттракционах. В общем, она очень довольна. У него мышцы не работают. Ну, как у здоровых детей, мышцы слабые. Поэтому приходится нам каждый день работать над мышцами, как бы заниматься. Каждое дневное занятие. И дыхательная гимнастика в том числе. Потому что не только мышцы живота, например, мышцы грудной клетки не развиваются. И дыхательная проблема. Сюда мы приехали, чтобы порадовать Мустафо. У него, конечно, очень хорошие эмоции. Конечно, хочет танцевать, как может. Сургут вновь принимает гостей. В нашем городе стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту среди мужчин и женщин в категории «Свободная пирамида». С 12 по 18 июня в спортивном комплексе «Премьер-арена» за титул борются более 100 участников из 18 стран. Среди них 6 югорских бильярдистов. Тему продолжит Карина Александровна. 110 спортсменов из 18 стран в течение 6 дней поборются за титул чемпионата мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». Право первого удара предоставили заместителю губернатора Югры Елене Шумаковой. Событие продолжило праздник этого вида спорта в нашем городе. На прошлой неделе в спорткомплексе «Премьер-арена» завершился чемпионат России. В целом в Югре бильярд активно развивается. Его выбрали для себя 2700 спортсменов. Из них каждый четвертый занимается в Сургуте. Бильярд – это тот вид спорта, который учит, что несмотря ни на что, самое важное – это всегда равновесие и гармония. Поэтому этот спорт несет очень большую гуманитарную миссию. Югра не первый раз принимает такой знаковый чемпионат. И я пообщалась с коллегами с Международной конфедерацией. Они очень высоко оценивают то, как развивается бильярдный спорт в нашем регионе. Мы даем импульс всей стране в этом движении вперед и развитии. И по той динамике, которую показывают наши спортсмены. И по тому количеству занимающихся, увлекающихся этим видом спорта. Соревнования проходят при поддержке организации «Газпром Трансгаз Сургут». В сборной России большое представительство наших югорских спортсменов. Среди девочек 6 спортсменов, и среди девушек, и среди мужчин 6 спортсменов. И есть чемпионы мира, и есть чемпионы России. И вот среди женщин на чемпионате России две наших югорских спортсменки завоевали бронзовые медали. Вы правы, конкуренция очень высокая, моральное напряжение очень большое. И результат непредсказуемый. Очень много сильных, равных спортсменов. Регламент дисциплины «Свободная пирамида» известен многим. Играют, есть сетка. Предварительный этап до двух поражений. Это то есть человек, если проиграл, он опускается в нижнюю сетку, и еще у него дается один шанс. Потом у мужчин где-то с 32, а у женщин с 16 уже олимпийка будет. Там уже кто проиграл, тот вылетел. И все, и так до финала. И в финале определится и мужчина, и женщина, и чемпион мира. Чем больше стиль, как тем лучше балл. И сколько максимальное количество? Максимальное 16. Жанна номер 16. 16 получишь и тыкришь? И если 16 забил, то выиграл в марте. Среди иностранных участников – представительные команды у Казахстана и Киргизии. А вообще Сургут в дни чемпионата мира принял спортсменов из разных точек планеты. Например, Пакистана, Алжира, Ирана, Египта, Израиля, Сербии, Кении и многих других стран. Уже четвертый раз меня приглашают на чемпионаты. Два раза в Сургуте, два раза в Киргизии я был. Как бы сказать, у нас русский бильярд не так развитен, потому что не знают русский бильярд. Но я сам как бы несколько времени жил в Киргизии. И поэтому знаю русский бильярд и играл, и начал уже участвовать. Я был в Кемерово, то есть там работаю. И вот там были сначала чемпионаты Европы, потом чемпионаты мира. Вот предложили поиграть, представить страну Сербии. Вот я и играю до сих пор. Я показываю свою игру, свой уровень. Мне это очень нравится играть. Торжественная церемония закрытия чемпионата мира по бильярдному спорту состоится 17 июня. Все игры проходят в спорткомплексе «Премьер-арена». Вход на игры свободный. Карина Александровна, Айзал Хилаева, Никита Бабенко, Сургут-24. Новый рекорд установили лентурские спортсмены. Атлеты из Сургутского района отбуксировали самосвал Белл-Б-35Д. Событие прошло на центральной площади городского поселения. Тянули технику весом около 28 тонн. Александр Зенец и Александр Абдурахманов. Силачи сдвинули машину на 9,5 метров. Для этого им потребовалось 49 секунд. Своё уникальное достижение, что было установлено в нашей стране впервые, чемпионы посвятили лентуру. Это в истории России впервые у нас такое событие. До этого все силачи обходили вот такие самосвалы стороной. Из-за радиуса этих колес очень большие габариты. И вот это стартовое усилие приложить, ну, Александр, не нас соврать, это реально было очень тяжело. Да, реально тяжело. Стартовое усилие, и он не даёт тебе расслабиться ни на секунду. То есть каждый твой шаг, он останавливается из-за вот этих протекторов, которые довольно-таки толстые, мощные. И в этом вся проблема была. Поэтому до этого силачи такие самосвалы не буксировали в России. Посвящаю родному городу Лентору Ханты-Мансийский автономный округ. Слава Богу, мы сегодня все отработали хорошо. Атлеты целый, рекорд установлен. Данный рекорд будет занесён в реестр общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира». К таким рекордам, как буксировка корпуса атомного реактора атлетами, буксировка железнодорожного состава весом более 1096 тонн и 43-м, по-моему, уже установленным серьезным рекордом российского и всемирного масштаба. С новым рекордом России атлетов поздравил глава Саргутского района Андрей Трубецкой. Руководитель муниципалитета пожелал силачам успехов в дальнейших достижениях. Организаторы и спортсмены не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют пригласить в Лентор сильнейших атлетов из числа 10-ти, наиболее сильных в стране, чтобы провести уникальный турнир по силовому экстриму. Центр воспитания молодежи «Пересвет», НКО, который устроил зрелищные события, является лидером в развитии гражданского общества на территории Саргутского района. У нас есть такие сильные атлеты международного уровня, поэтому, как бы сказать, держать их в тени нельзя, поэтому мы и решили организовать. Александр, он сам такой массовик-затейник, на месте не сидит. Ну и все, у нас есть возможности, почему бы не организовать. Привлечь народ к занятиям тяжелой атлетикой и такими видами спорта, как силовой экстрим, потому что это очень зрелищно, хорошо и весело. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях «Омедиа» вас еще ждет. Блог коммерческой информации и прогноз погоды. А у меня на этом все. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Что такое готовая квартира в новостройке? Это возможность выбора свежих, интересных планировок и этажности. Ремонт, который точно обойдется дешевле. Новые коммуникации, новые окна, новые детские площадки и паркинги. И ваша новая жизнь. Новостройки в самых разных частях города и района от компании «Сипромстрой» уже в продаже. Ипотека 3,9% на весь срок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале «Сургу-24». Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. Лапрадио. Позвони. 221-222. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова